Привет, ребята! Это Алена! Сегодня очередное видео вечернее, как стать увереннее или борьба с комплексами. Мне пишут многие люди в разном возрасте по поводу комплексов, и эти комплексы бывают достаточно разные. У кого-то комплекс неполноценности, у кого-то комплекс жертвы, у кого-то комплекс выученной беспомощности, У кого-то комплексы по поводу внешности, у кого-то комплексы по поводу... Это вообще очень-очень много комплексов сейчас у разных людей. И это зависит от того, насколько человек вообще в принципе проявляется, как он себя ведет, как он себя чувствует и как он реагирует на критику. По поводу комплексов хочу сказать вам, что это такая история достаточно непростая. И она зависит от самооценки и от уязвленности человека. То есть мы с вами понимаем, что во многих случаях, если человек чем-то обижен, или у него какая-то есть внутренняя история, которую он себе не может простить, или не может понять, как с ней разобраться, он очень реагирует на других. И еще такой момент, что внутренние комплексы очень-очень часто дают такую внутреннюю обратную связь о том, что ты неполноценный. То есть привожу вам пример. Плаваю я вчера в бассейне и вижу человека, у которого, ну как он сказать, поражение, да, рук и ног. В общем, там все плохо. Не буду описывать, как он выглядит, но достаточно серьезное зрелище. И он не спортсмен, он просто плавает для того, чтобы тело не доставляло какого-то дискомфорта. И именно, когда я обратила на него внимание, я хотела сделать такой вид о том, что я не замечаю, я просто плаву дальше. Но другие, как пингвины, таращились и пялились на этого человека. И по его взглядам можно было уже считать достаточно быстро о том, что я чувствую, что вы на меня смотрите, я чувствую, что я не такой. И когда мы с вами говорим про комплексы, у кого-то они есть действительно внешние, внутренние, а у кого-то их нет. И они как бы есть и минимальные, но человек все равно за них цепляется. Так вот, если у вас комплексы связаны с чем бы то ни было, с вашей реализацией, с вашей внешностью, с вашим проявлением, очень важно с собой договориться. Потому что если вы будете жить в этих комплексах, то вы так и не сможете увидеть тот полноценный, насыщенный мир, который принадлежит вам. И если вы не подходите под какие-то рамки других людей, то значит вы просто не совпали с ними. Если у вас есть что-то жуть, бросающееся через рамки, как внутренние, так и внешние, то здесь вам нужно с собой договориться о том, что это у вас есть и вы сами это принимаете. Если вы сами это принимаете, то комплексы, они становятся не такими болезненными. Понятно, что если у человека нет руки, нет ноги или там есть еще какие-то другие моменты, он этого не исправит. Но он может жить с ситуацией жертвы и боли, а может жить полноценно и знать, что он просто другой. И выбор всегда за вами. Я могу быть просто другим и быть уверенным в себе, делать так же, как другие, а может быть и лучше. А в другом случае борьба с комплексами это история, которую просто важно знать, важно создавать и важно с ней работать. И я считаю, что для того, чтобы комплексов было все меньше и меньше, важно себе задавать такие вопросы. А в принципе, я-то доволен своей жизнью, а я иду туда, куда я хочу. А мне нравится, что я делаю, чем я занимаюсь. И для того, чтобы стать увереннее, очень важно практиковать крутые навыки и начать развиваться. Потому что пока вы сидите на том месте, где вы есть, очень-очень сложно с этого места выходить. Потому что у других тоже есть навыки, крутые, крутые скиллы. И для того, чтобы с ними соревноваться, нужно постоянно свои скиллы тоже развивать. И чтобы стать увереннее в себе, очень важно ежедневно проходить путь в тех моментах, которые вам ненавистны. То есть каждый знает о себе, где он сочкует в своей жизни. И кто-то сочкует в отношении здоровой еды, кто-то сочкует в отношении ходьбы и движения, кто-то сочкует в отношении развития в своей профессии и говорит, мне некогда этим заниматься. И именно вот эти фишки, когда вы сами у себя замечаете и идете, создавая, то вы прям-таки становитесь, как я говорю, героем времени. Почему? Уверенность в себе – это навык, который приобретается путем реализации и визуализации, грубо говоря, всего того, что вы получаете от мира и от себя самих. Пишите мне вопросы. Я напоминаю, что многие находятся с комплексами, но путем преодоления справляются. Не нужно бороться с тем, что у вас есть. Очень важно это принять, обнять себя и идти вместе с этим, как с плюшевым мишкой. Потому что если вы идете против, начинается система, которая дает о себе очень-очень сильно знать. Пишите вопросы. Спасибо. Спасибо.